Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим про кидалово от Wargaming, как его многие называют, ну а я же называю это просто досадными ошибками. Если вы за честность и за справедливость, подписывайтесь пожалуйста на канал, потому что именно на этом канале есть честные обзоры и справедливое мнение по поводу всего, что происходит в игре. Ну и я вам буду безумно благодарен за то, что вы поддержите канал в его развитии, а ваши подписки не что иное, как помощь каналу в развитии и в том, чтобы конкурировать с другими каналами на YouTube. Спасибо вам огромное за то, что смотрите, ну и за то, что подписались. Итак, ребят, возвращаемся к вопросу кидалово. Кидалово бывает разное, кидалово бывает специальное, а бывает так получилось случайно. И одним из таких примеров является кидалово, которое было связано с цепочкой заданий в отношении золота. Был приказ на золото, ребят, в этом приказе на золото многие игроки неправильно поняли ситуацию, многие мне писали в комментариях по поводу того, что это разводняк, что вдвойне золото не сработало и в двойном размере золото не начислялось. Ребят, оно и не должно было быть начислено вдвойне, просто вы это неправильно поняли и здесь уж точно нет никакого кидалово от ВГ. Не то, чтобы я топил за ВГ, у меня тоже есть к ним определенного рода претензии, и я когда их имею, прямо об этом всегда говорю. И постоянные зрители канала смогут это подтвердить в комментариях под видосом, за что я буду отдельно благодарен. Так вот, конкретно касающиеся данного приказа, хочется озвучить крайне кратко. Смысл заключался в том, что покупая золото за реальные деньги, зарабатывая золото, открывая контейнеры, либо играя с бустерами, вы пополняли свою золотую копилку. Вот если за время работы, за время действия, точнее, данного приказа, вы смогли собрать себе, в моем случае, тысячу, четыре с половиной, семь с половиной, либо двенадцать с половиной тысяч золота за конкретный отведенный период, вы дополнительно к этому золоту, которое вы насобирали каким-то образом, донатом, либо просто выигрывали его, либо доставали из каких-то контейнеров, не имеет значения. Все, кроме продажи коллекционных машин. То, в дополнение к этим суммам, в зависимости от того, до какого рубежа вы эту линейку заполнили, вы получали дополнительные верхние вот эти призы. И если вы заполнили полностью всю вот эту вот линейку собранного золота, то вам просто в конце донат числялось еще, в моем случае, 2250 золота. И нигде в новостной ленте или здесь не было написано по поводу того, что когда вы заполните эту цепочку, или на момент, когда закончится действие приказа, вы будете, допустим, иметь в копилке 8 тысяч голды, то, соответственно, вам начислят еще 8. То есть, про двойную выплату никто речи не вел. И здесь нельзя говорить о кидалове от ВГ. Но есть у ВГ досадные ошибки, которые приводят к тому, что в моем, допустим, случае меня начинают бросаться фекалиями в комментариях, называя меня вруном, обманщиком и человеком, использующим кликбейт для того, чтобы развивать свой канал. Кликбейта на канале у меня нет. У меня есть, безусловно, какие-то превьюшки, которые интригуют зрителя и заманивают его на канал. Ну, а заманить зрителя должен каждый канал для того, чтобы расширяться, расти, ну и, соответственно, быть интересным. Но все-таки кликбейт, кликбейт у Рози, здесь кликбейта никакого не было. Мне действительно в свое время высветилось при входе в игру вот такое вот предложение. И я сразу снял об этом видео, потому что хотел поделиться со своими зрителями о том, что у них есть возможность, как и у меня, забрать себе BLTZ 9000. Обратите внимание, что здесь на вот этом вот баннере, да, абсолютно не указано, что это набор, который можно купить. И купить его можно было на ру-сервере, оказывается. Я заходил на евро-сервер в свой аккаунт, и на евро-сервере таких предложений не было. И вот мне вот такое вот высвечивается. Понятное дело, что, как многие игроки, я начинаю нажать максимально крепко на клавишу перейти, но ничего не происходит, она не активна. Единственное, что является активным, это крестик в левом верхнем углу. Перед тем, как его нажать, я делаю этот принтскрин, соответственно, снимаю видео и говорю, «Ребят, скажите мне, смогли ли вы забрать данное предложение?» Когда я выложил данное видео, в комментариях посыпались гневные комментарии с всякого рода фекалиями, что я, мол, такой себе удод, который обманывает людей. Понятное дело, что данная ситуация меня немножко смутила, и я не нахожу более умного решения, кроме как написать в центр поддержки. И вот я создаю им заявку. В заявке я им пишу по поводу того, что мне упало вот такое предложение, что я хотел бы им воспользовать, верните мне его, пожалуйста, чтобы я все-таки смог нажать на клавишу перейти, и пишу, что внизу кнопка перейти, и сколько я на нее не нажимал, типа, перехода никуда не произошло. Сработал только крестик в углу экрана. И добавляю еще дополнительно, что если вдруг чего, у меня есть принтскрины вот этого вот момента, что мне такое предложение упало. Ну и, соответственно, типа, я ж красавчик, я ж запринтскринил, то есть оно у меня было, я могу это подтвердить, я не обманщик. На что они мне пишут? «Здравствуйте, предложение, о котором вы говорите, является персональным. Все доступные вам наборы, тра-та-та, вы можете найти. Если вас не оказалось в списке получателей по данному набору, то, типа, вы, короче, и не должны были быть там, поэтому нечего возмущаться». Я, как бы, не против, если бы оно мне просто не высветилось, а высветилось кому-то другому. Да, и я такой написал, «У Феди есть такое предложение, отдайте мне тоже». Но оно там мне прилетело, и я им воспользоваться не смог. Я им такой, типа, умный пишу, что «Вы не поняли, типа, предложение это было, просто кнопка «Перейти» не сработала, именно поэтому я не смог воспользоваться, поэтому, короче, типа, тра-ля-ля-ля-ля, я не смог воспользоваться предложением». То есть, ну, повторяю еще раз, да, там, кратенько, что вы, типа, «Обратите внимание, пожалуйста». На что мне отвечают, что мы все поняли, я думаю, слава богу, все поняли, сейчас все разрешится, мне сейчас что-то объяснят, что-то скажут, но, как мы видим, на данный момент вы не подпадаете под условия получения данного предложения, так что, если оно действительно было у вас, хотя этому нет никаких подтверждений, хотя здесь я пишу, что у меня есть принтскрины, я даже видео выложил, меня уже люди 40 раз обосрали, ну, короче, оно было у вас по ошибке. Окей, я не спорю, вопросов нет, ошибки бывают у всех и всегда, и в свое время, к сожалению, на данный момент я не могу показать данного принтскрина, было предложение задонатить, купить себе подписку на золото, и там реально было написано, что если вы будете заходить в игру каждый день, точнее, не так, заходя каждый день в игру, вы будете забирать по 250 золота, и если вы будете это делать в течение 10 дней, то на выходе вы получите 5000 золота, ну, то есть, математика получалась такая, что если 250 золота за каждый день, то должно быть 2500 голды, а вы получите 5. И я, конечно же, тогда задонатил, я приобрел себе данное предложение, и знаете что, буквально через пару минут баннер меняется, и там написано, что я получу все-таки 2,5. Когда я написал в техподдержку, мне написали, что да, была допущена ошибка, но вы не смотрите на то, что на баннере написано, а ждите нормальных полных разъяснений по предложению. И я тогда, честно говоря, паник и понял, что какая-то фигня происходит. Я не против наличия ошибок, но все-таки, ребят, это не то, чтобы камень в огород конкретно всей компании Wargaming, но я думаю, что с этими всеми вещами необходимо что-то делать, и ребята, которые дают ответы в центре поддержки, они должны давать аргументированные, полные, развернутые ответы. Теперь, что касается ситуации последней, которая произошла, и там, где больше всего кричали, что это какой-то развод от Wargaming. В батл пассе апрельском, в конце, если вы на сегодняшний день, допустим, откроете контейнер, вот этот, да, то вам могут упасть части сертификатов. В чем конкретно заключается прикол частей сертификатов на определенные танки? В моем видео, касающемся данного батл пасса, когда он только вышел, 1 апреля, 1 апреля я выложил данный видос. И, ребята, многие внимательно обратили внимание, что можно получить части сертификата на М24 Чаффи. И данная машина, ребят, она не является коллекционной, это обычный проходной танк, который ничем абсолютно не выделяется по сравнению с другими. И понятное дело, что по данному вопросу я написал в службу техподдержки. Я написал следующее. Добрый день, с 1 апреля стартовал новый батл пасс. В конце цепочки игрок имеет возможность открыть контейнер операции. Одним из призов в контейнере является М24 Чаффи, который не является коллекционным, либо премиумным танком. Подскажите, по какой причине части сертификата на проходной танк были добавлены в данный контейнер? Спасибо. И данным вопросом я хочу получить разъяснение от компании, что это такое. Если это ошибка, то чем она будет заменена. То есть каким-то образом пытаюсь пояснить, точнее разъяснение получить, для того, чтобы в том числе в моем случае поделиться со своими зрителями. На что я получаю ответ следующего содержания. Приветствую. Спасибо за сообщение об ошибке. Уже хорошо, а уже приятно. Нам известно о данной проблеме, и наши специалисты уже работают над решением. Проблему постараются устранить в ближайшее время. Приносим свои извинения за возможные неудобства. Окей, хорошо. Мне, в принципе, того, что передо мной извинились, уже достаточно. Хотя тут и извинений никаких не должно было быть, потому что части сертификата на данную машину я не получал. Поэтому компании не за что передо мной извиняться. И, как я уже сказал, я спокойно, абсолютно лояльно отношусь к ошибкам, потому что я их и сам периодически совершаю. И я уверен, что каждый из нас эти ошибки совершает в жизни. И не может быть человека, который прям никогда не ошибается. Всяко бывает, по заморочке сунули туда. Но мне здесь так и не дали разъяснения, что конкретно будет изменено и как. И заметьте, на сегодняшний день компания уже поменяла контейнер, если вы не обратили внимания или не отслеживали. И они решили данную проблему. Но вопрос заключается в том, что они не поставили в известность ни одного игрока о том, что действительно такая проблема была. И о том, что она действительно устранена. И окей, хорошо. Они умудрились и успели это сделать до момента, когда физические игроки могли дойти сюда, для того, чтобы этот контейнер начать открывать. За это им огромное спасибо, что, по крайней мере, мы не набрались данных сертификатов. И вместо него в контейнер были добавлены части сертификатов на Фрости. Ну окей, хорошо, спасибо, да и спасибо. А теперь давайте подбивать итоги. Ребят, когда мы начинаем кричать по поводу кого-либо, по поводу варгейминга или по поводу автора какого-либо канала, по поводу того, что он обманщик, по поводу того, что он не перепроверил какую-то информацию, ну либо по поводу того, что он специально вводит кого-то в заблуждение, давайте помнить всегда по поводу того, что всегда существует человеческий фактор, который говорит нам о том, что человек может и ему свойственно ошибаться, и то, что он это делает, не всегда является умышленными действиями из каких-то корысливых побуждений. Поэтому, друзья, давайте будем толерантнее друг к другу. И повторюсь еще раз, я сейчас не отстаиваю позицию того, что варгейминг всегда прав. Иногда от варгейминга страдаю и я, и в том числе мне тоже из-за этого иногда перепадает на орехи в комментариях под моими видео. Но я всегда с пониманием отношусь к тем, кто иногда в своих видео, допустим, на каналах ошибается. Ровно как и с пониманием отношусь к компании варгейминг. Действительно, где-то кто-то что-то мог не усмотреть и случайно ввел в заблуждение. Единственное, что ситуация с вот тем вот приколом, когда я купил себе подписку на золото, и только после того, как я ее оформил, мне сказали по поводу того, что я получу в конце не 2,5, точнее не 5 тысяч золота, как было изначально прописано, а 2,5, а именно в 2 раза меньше, то, наверное, в таком случае компания должна была не просто мне сказать по поводу того, что вы внимательней ждите описания, а не просто ведитесь на сам баннер. Вот если вы посмотрите на баннер того, что вы можете себе, допустим, приобрести, покупаете, а там этого нет. Но тогда, ребят, я думаю, что компания варгейминг в таком случае должна была мне все-таки дать то, на что я изначально рассчитывал, покупая набор, а уже всем остальным, кто еще не успел его купить, начислить так, как изначально планировалось. Это мое скромное субъективное мнение, может я и не прав, напишите свои комментарии по данному поводу, и, ребят, давайте будем терпимы друг к другу. Я думаю, что от этого будет только лучше всех настроения. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.